Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как привить любовь к родине и что нужно знать старшеклассникам о нравственных основах семейной жизни? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии соорганизатор международного форума воспитания патриотизма как основы духовной безопасности России и православной выставки «Семейные ценности», руководитель Самарского отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» Мария Матанцева. Здравствуйте, Мария Александровна! Здравствуйте! Ну давайте начнем с такого насущного события, интересного международного масштаба. Что это будет за форум, семинар и выставка? Мы к ней тоже плавно перейдем, чтобы сразу ориентироваться на наших телезрителей. Наш владыка-метрополит Самарский Сызранский Сергий организовал форум. Вообще-таки большие мероприятия у нас проходят ежегодно, иногда несколько раз в году. Международный форум, который называется «Воспитание патриотизма как основу духовной безопасности России». На сегодняшний день, на наш взгляд, это самая серьезная тема, которая сейчас касается всех и каждого. И мы понимаем, в тех условиях, в которых сейчас находится страна, в тех условиях, в которых находится сейчас мир, это очень важно. На форум приезжают гости. С приветственным словом, мы ожидаем митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Он приезжает на форум. А главные доклады у нас, это наш любимый, очень замечательный человек, Решетников Леонид Петрович. Он директор Института стратегических исследований, город Москва. Очень серьезный институт. Он уже просто не один раз был здесь, в Самаре. Очень интересный человек, очень интересная у него, естественно, информация, потому что, представляете, серьезный институт, очень серьезные сотрудники. Затем он приедет с докладом «Исторические основы патриотического воспитания». Затем к нам приезжает Жукова Нина Борисовна. Она член Бюро Всемирного Русского Народного Собора и входит в правление Международной общественной организации «Союз православных женщин». Она приезжает с докладом «Разрушение традиционных ценностей как угрозы российской государственности». И у нас вот еще приедет Слободчиков Виктор Владимир Иванович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Да, здесь и статистика, и психология, и история, очень много всего. А когда и где это будет происходить? Вот, это будет проходить... Я сейчас прям, да, еще один докладчик с нашей стороны будет архимандрит Вениамин Лабутин, да, кандидат в богословие, председатель отдела религиозного образования и катехизации Самарской и Сызранской епархии. Он расскажет об исторической памяти как основу развития национального самосознания подрастающего поколения. Проходить это будет 25 октября. Я не знаю, как на форум. Всех пригласить мы вряд ли сможем, потому что там не самый большой издал Кирилл и Мефодия. А вот на молебен, в 10 утра будет молебен в Кирилл и Мефодия, где будет служить владыка-метрополит наш Самарский и Сызранский. Там будет молиться тоже владыка Викентий из Узбекистана. И наши приглашены, вот все наши епископы, епископ Сафроний, это Кенельский-Безенчукский, вот, и епископ, значит, Никифор, это Отрадницкий. Вот, и, в общем, мы ждем очень интересную будет. Вот, как вы сказали, уже тема касается всех и каждого. А в чем здесь православная тематика и составляющая? Почему вот именно православие взялось за эту тему? Ну, в первую очередь, как бы вот традиции, традиции в России, они у нас, в принципе, православные. То есть до определенного момента, то есть вот сто лет назад, вот, Россия была православной державой, где уживалось огромное количество народов, огромное количество верований, религий, да, все жили в мире, все жили под руководством, были верно подданными. Как я вот недавно читала, вот, различные народности нашего царя называли Белым царем, вот, под эгидой Белого царя. Вот, и как раз вот Леонид Петрович Решетников, когда приезжал в последний раз и выступал в Театре оперы балета, мне очень понравился тогда его доклад, он очень интересные привел факты. Вот, говорит, я, говорит, вот перед отъездом, так как моя информация была связана с Николаем Вторым, как раз тема была, вот, я привез вот вам прямо из архива, специально зашел, вот, привез документы, где нам же вот в школе, я не знаю, как вот сейчас преподается, но вот в мое время нам рассказывали, что в России это была тюрьма народов, тюрьма народов, и вот всех, значит, царь угнетал. У меня с моей бабушкой, которая родилась в четвертом году, был самый большой спор, я была пионеркой, комсомолкой, я ей говорила, бабушка, ты ничего не понимаешь, вот вас угнетали, вам жилось плохо. Она говорила, Машенька, нам жилось очень хорошо. Вот сейчас бы, говорит, я восемь детей не родила, а тогда мне было не страшно, вот, и поэтому вот все было совсем по-другому. Вот, ну, я была очень идейная, вот, на тот момент, и очень хорошо учила истории, которую нам тогда преподавали. Вот, так вот, он принес документы, в которых было, ну, называл конкретные факты, там 200 тысяч какого-то там населения на Дальнем Востоке просится, там, белый царь, возьми нас к себе, вот, под свое это. Потом на Кавказе конкретные тоже вот прям целыми поселениями вот просится войти в состав российского государства. И он тогда сказал, ну, вот видите, как люди просились в тюрьму, да. Вот, и поэтому здесь, конечно, вот те основы тех ценностей духовных, с которыми жили наши бабушки, наши дедушки, они очень важны. Вот, в первую очередь, это, конечно, семейные. Поэтому вот как раз сразу же после форума на следующий день начинается выставка. Выставка в музее Алабина, православная выставка, она называется «Семейные ценности». Потому что, в принципе, семья – это основа государства любого. Вот, и разрушение семьи, в первую очередь, грозит, конечно, очень многими потрясениями в государстве. Как хорошо, что вы вспомнили про историю, потому что, действительно, наша такая плита, монолит, от которой мы и питаемся, и отталкиваемся, то, на чем мы стоим. И это забывать, конечно, не стоит. Очень хорошо, что проведутся и семинары, и лекции как раз на эту тему. Но я хочу напомнить, что основная тема, она звучит как воспитание патриотизма, как основа духовной безопасности России. Вот патриотическая, опять же, составляющая, она в чем будет? Вот что интересного в этой отрасли можно узнать? Потому что отношения сегодня двоякие, да, как только мы слышим патриотизм, кто-то хорошими эмоциями наполняется, а кто-то вот уже надоело. И слово такое кажется, вот патриотизм, да, вот такое какое-то вот неродное, неблизкое, патриотизм. А что вот здесь будет? Как это все будет прививаться? И почему это очень важно сегодня? Ну, это такая очень глубокая, это очень серьезная тема, да. И я тут опять, знаете, вспоминаю, вот очень Владыка благословляет, и мы вот ездим на рождественские чтения в Москву, и там такая возможность пообщаться и услышать очень много умных, интересных людей, которые очень много интересного рассказывают. И вот мне очень запомнился рассказ, значит, о сотне царя, там, насколько я, к сожалению, забыла вот сейчас, как она называлась, «Дикой сотни», по-моему, вот, царя, который охранял Николая II, когда вот это вот в 17-м году, в феврале началась вот эта ситуация с отречением, то, а «Дикой сотни», она была полностью из Кавказцев, там, насколько я помню, это были чеченцы. И вот, представляете, их патриотизм, их отношение к царю-батюшке, да, то есть, и когда им предложили отречься, они не отреклись. И там даже были угрозы, привели их детей и жен, представляете, и они остались верными до последнего. Когда сейчас начинают говорить о каких-то вот нюансах, да, с верой там или с национальностью, вот, то я сразу распоминаю вот этот вот пример. Вот, а любовь к родине, ну, я не знаю, тут уже это такое емкое понятие, да, у каждого складывается какой-то вот свой образ родины и свое понимание, что такое, что такое это вот любовь. Да, до революции воевали за веру царя и отечества. И я думаю, мы с вами понимаем, что Великая Отечественная война была выиграна все-таки теми людьми, которые были воспитаны и выращены до революции, да, которые... Сила веры и духа, сила веры и любовь к родине тут же. И любовь к родине, да. Вот, поэтому здесь говорить о значении этого очень даже, я даже не знаю, с чего начать. Вот, но я могу только сказать, что сейчас наш митрополит Самарский Сызранский Сергий очень большое внимание уделяет вот как раз этой тематике. У нас сейчас активно в колледжах, в школах появляются кадетские классы, казачьи кадетские, вот, просто кадетские классы. И, знаете, это так здорово. Эти вот мальчишки с горящими глазами, которые уже понимают, что делать в какой-то экстренной ситуации, которые знают, как себя вести, с таким достоинством они... Я как-то смотрела на праздники, вот, они танцевали с девочками, вот, с каким, знаете, вот такой осанкой, с таким достоинством. Ну, не знаю, у каждой, наверное, женщины внутри где-то вот заложено такое уважение, вот, к людям военным, и вот, поэтому я очень надеюсь, что вот это будет... Кстати, у нас вот будет несколько секций на форуме. Одна из секций будет эта секция, как раз связанная с безопасностью, духовной безопасностью в образовании. Вы все помните, что у нас было в начале 90-х, когда у нас там вот и фонд Сороса, там и так далее, привносили самые разные в школу вещи, включая вот такого раннего, там, полового воспитания, там и так далее, да, что это, ну, просто страшные вещи. Мы сейчас имеем результат того, что мы делали с детьми в то время. Вот, то же самое, духовная безопасность в культуре, то есть у нас и эта тема, потому что все, что идет сейчас с экранов телевизора, все, что идет с асцена, все, что идет... То есть это все сейчас имеет огромное значение, огромное влияние на души людей, а особенно на души детей. Вот я чувствую, Мария Александровна, что тема семейных ценностей вам очень близка, и как раз вот эта выставка, она будет посвящена еще и дате, да, определенной, 100-летию. И вам это тоже все близко. Вот расскажите об этом, где будет проходить выставка, что на ней можно будет увидеть, потому что само название выставка, оно предполагает как раз то, что можно увидеть. Да, выставка будет проходить в музее Алабина, и эта выставка посвящена 100-летию явлений иконы, Ташлинской иконы Божьей Матери. Я думаю, что для всех абсолютно жителей Самары... Нашей области, да, даже области. Да, даже области всей нашей, да. Что такое Ташлинская икона? Выставка в этом году будет в музее Алабина, она посвящена 100-летию иконы, явлений иконы, Ташлинской иконы Божьей Матери. Я думаю, для жителей Самарской области село Ташла и икона всем известна. То есть, если вы помните, 100 лет назад во сне Божья Матерь явилась к молодой девушке и вот сказала, что там вот есть икона, которую нужно обрести. Вот, и насколько я помню, там это было не один раз, все-таки потом, значит, она взяла кого-то с собой, они пошли и обрели эту икону. Она была в земле, там, где они достали эту икону, забил источник. Да, источник забил, да. По большой популярности. По большой популярности, причем не только в Самарской области, я там достаточно часто бываю, на источнике, люди едут со всей страны. Я один раз, мы подвозили, из Екатеринбурга ехал человек, вот нас слышали об исцелениях, нас слышали о этих, и она, вот мы ее подвозили. А можно спросить у вас такой личный вопрос, у вас что-то связано лично вот с этой иконой, вот с этим местом? Потому что вот, судя по тому, как вы рассказываете, думаю, что что-то вот есть. Знаете, я как-то такие очень, да, личные переживания, но на самом деле у меня у самой было такое, на мой взгляд, чудо. Конечно, я, когда в свое время я занималась телевидением, и мы выпускали телевизионные программы православные, и когда я начала это делать, ладыка благословил, я очень плохо себя чувствовала в храме. Я заходила в храм, мне было очень плохо, у меня очень болела голова, и мне было так тяжело. Я думала, что все, я профнепригодна, в храм ходить не могу. Ну, в общем, была молодая, глупая. Вот, и я подошла на исповеди к священнику, говорю, вот такая ситуация. Он говорит, не переживай, вот потерпи немножко, все пройдет. И как раз у меня вот была поездка очередная, значит, снимать Ташлинскую икону Божьей Матери, мы поехали со съемочной группой, я приехала, и мне показывают вот это вот Ташлинская икона Божьей Матери, я еще очень удивилась, она такая небольшая, вот. И мне говорят, ну вы прикладывайтесь, и мы начнем снимать. И вот в момент, когда я приложилась, произошло вот какое-то такое состояние, и очень трудно его описать, но у меня с того момента больше не болела никогда голова в храме, и я однозначно, знаете, у меня такое личное отношение, да. Вот это вот реальный факт исцеления. И вот я недавно разговаривала с отцом Евгением, который там служит вторым священником, он говорит, что вот недавно был, ну там очень много вот исцелений, да вообще очень много всяких Божьей Матери, она очень вот слышит нас, да, помогает нам не только о болезнях, вот. Вот, ну вот была ситуация, был один из федеральных чиновников, вот, из Москвы по своим делам, и его вот привезли к иконе, и у него был сильный артрит, суставы на руках там, не гнулись, он говорит, и он приложился к иконе, и прям громко начал говорить, ой, у меня рука двигается, у меня рука двигается. Вот я вот буквально на прошлой неделе вот услышала эту историю. Вот, и вот эта икона, она очень редко вывозится, насколько я знаю, всего второй раз оригинал иконы вывозится в Самару. И она будет вот в этот раз? Она будет, да, она будет на выставке, можно будет к ней приложиться. Значит, выставка будет работать с 26 октября по 31-е, 26 октября в 14.00 будет молебен вот к этой иконе. И приедет владыка-метрополит Самарский Сызранский Сергий и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Да, уровень какой высокий. Но, знаете, у нас выставка православной, семейной ценности. Да, будут, я вот специально взяла здесь информацию, то есть у нас будут участие храмы и монастыри из различных уголков России, Греции, Черногории, Молдовы и Украины. Мне было очень интересно, кто приезжает из Святой Горы Афон, это монастырь Кутлумуш и монастырь Пантократор. Как обычно, будут православные сувениры, церковный утварь, крестильные наборы и так далее, духовная литература. Но вот что мне, как бы, вот я этого еще нигде на выставках не видела, будут у нас продукты, вот, необычные. Вот сейчас все озадачены качеством, да? Да, да, да. Качеством очень хочется все-таки. Вот белорусские деликатесы будут Брестского мясокомбината, самого крупного Белоруссии. Вот, ну, в общем, тут разные рогачевские сгущения, халва. Да, разносторонние, надо же выставка. Ну, то есть постарались, знаете, вот православных людей. Разнообразие, чтобы было, конечно. Вот, и, значит, Масляный король из Великого Новгорода, вот, будет и дары Абхазии со специями, вот, ну, таежные. И места-то православные, да? Да, да. В Абхазии тоже же есть много. Да, Абхазия, да, православная страна, да. Вот, и там, значит, будет, но самое главное отличие нашей выставки, что эта выставка у нас благотворительная. То есть все доходы от этой выставки идут на закупку учебника, который называется «Нравственная основа семейной жизни». Я его с собой принесла. Еще один воспитательный аспект, да, кроме патриотизма. Да, 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 это очень интересный образовательный проект. Значит, вот он вот так вот выглядит, «Нравственная основа семейной жизни». Вот, это большой образовательный проект для десятых и одиннадцатых классов. А авторы кто, извините? Вот, авторы, да, авторы. У нас здесь протеерей Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина. Это разработка Екатеринбургской епархии в течение 18 лет. Они разрабатывали этот курс. Курс очень интересный. Там полностью собрано все для работы педагога. То есть там есть хрестоматия для учителя, кроме учебников для детей. Вот, очень ярких, очень интересных, таких, знаете, вот, очень легко читающихся. Они, есть хрестоматия для учителя, есть методические пособия для учителя, есть программы все. И самое главное, очень много видеоматериала. То есть очень много дисков. Это будет такой образовательный курс обучающий в школах, да? В школах обучающий курс для старших классов, для 10-го, 11-го класса. Уже в 60 регионах этот уже проект идет, да, действует. И вот сейчас мы, вот наш как раз Союз православных женщин очень активно, вот, мы когда посмотрели эти учебники, мы настолько вдохновились. Здесь у всех у нас есть дети, и очень хочется... А что нужно, вот, чтобы они и у нас внедрились, эти обучающие программы в наши школы? Может быть, даже вот от наших жителей, и не только православных. Вот какая помощь вам нужна? Вот, ну, вы знаете, вот комплект учебников для одной школы, он стоит, по-моему, 21 тысячу рублей, чтобы в одной школе... И видео, и вот такие книги. Видео, да, все учебники для детей там, и учебники для педагогов, вот. И вот мы сейчас как раз вот этой выставкой пытаемся заработать, вот, сейчас на сегодняшний день уже 20 школ мы можем обеспечить этими учебниками. Если будет больше, то, значит, чем больше школ мы сможем охватить этим... А вот специально пожертвования можно вот именно вот на эту программу как-то вот, чтобы это именно туда пошло как-то? Ну, я думаю, что, конечно, это возможно, да. То есть у нас, как бы, автор этих учебников и владелец, это благотворительный фонд, вот, и это можно обязательно связать, конечно, если такие люди возникнут, это, конечно, очень здорово. Вот, потому что мы, в принципе, переговоры ведем, вот, очень много неравнодушных людей, вот, вполне возможно, что мы... Но мы уже предварительно, владыка благословил, и вот во время вот этой вот этой выставки будет идти семинар. Приезжает один из авторов, отец вот, отец Дмитрий Моисеев, и он ведет семинар вот по вот этому курсу. Вот, вот, семинар будет идти 26-го, 27-го и 28-го, вот, по окончании семинара педагоги получат свидетельство нашей Московской Духовной Академии о том, что они готовы и прослушали этот курс. Вот, там очень интересная программа этого семинара, очень много приезжают специалистов, в том числе у нас наш кандидат психологических наук Елена Морозова, наша самарская, вот, жительница. Она самый печатаемый сейчас автор по семейной тематике в России, вот, у нее очень интересные книги, вот, она придет и будет рассказывать. И вообще, очень интересная вот программа на выставке. Я еще забыла рассказать о мастер-классах. У нас там, нам там выделили... А кто будет проводить, интересно. Да, у нас там выделили место специальное, и прямо с 11 до 7 там будут постоянные мастер-классы. Вот, я себе вот взяла такую программу, там вот будет и вышивка, и алмазная живопись, и, значит, цветы из бисера, и сувениры из павелимерной глины, и изготовление деревянной игрушки, и флористические мастерские, и даже аэродизайн. Меня заинтересовало, оказывается, это вот из шариков, потому что будет и для взрослых... Да, сегодня это модно, да, вот шарики на праздниках привезти. Да, 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 и мастер-классы, и тоже для маленьких деток будет. Вот, детки могут с собой эти поделочки забрать, так что можно пока... То есть вы привлекаете всю семью, можно и бабушкам, и мамам, и детям, и все найдут себе вот интересное что-то. Да, да, вот. Ну и, конечно же, как всегда, традиционно будут встречи с известными людьми, писателями. Вот, в первый же день, 26 октября, будет авторский вечер с протереем Леонидом Каркадиновым, это священник из села Усулия. Он автор детских книжек, да, вы знаете, у него самого четверо детей, и у него детки книги, знаете, вот я когда читаю, вот Денискины рассказы сразу вспоминаю, вот, очень такие интересные, хорошие. Кроме того, он замечательно поет, вот, если он еще приедет со своими детками, которые у него лауреаты многих премий исполнительских, да, я думаю, что будет очень интересная встреча. Вот, отец Николай Агафонов, да, наш очень известный писатель, всероссийский уже известный писатель, даже по его книгам и рассказам сняты фильмы. Вот я смотрела «Щенок», вот детский такой фильм поставлен, это, вот, очень интересный писатель, а самый главный собеседник и рассказчик потрясающий. Вот, поэтому здесь вот как бы у нас программа насыщенная. Да, если есть какие-то духовные пустоты сегодня у людей, можно прийти, да, все это восполнить, тем более вот такая объединяющая тема семейная, да, это все, и все найдут. Мы очень надеемся, что для всех это будет очень интересно. Вот как интересно, вот семейные ценности, опять же, вот, здесь вот ключ православия, он как проходит? Ну, вы уже сказали, но вот именно со стороны семейной ценности, со стороны православия же здесь как-то преподносится, вот как все это выглядит? Вы знаете как, ну вот семейные ценности, это такое тоже очень емкое понятие, да, как мы с вами пытались говорить о патриотизме. Я могу сказать, меня в свое время потрясла очень такая цифра. Вот как-то вот наш, один из кандидатов психологических наук на кафедре педагогии и психологии семинария, духовной Самарской семинарии, вот, она, значит, в своей научной работе ездила в Москву, сидела в архивах и привезла такую интересную цифру. В Калужской губернии в 1907 году на 300 браков был один развод. Вот, представляете, то есть были настолько вот ценности, ценности семейные, да. Вот, иерархия в семье должна быть выстроена, да, чтобы все было хорошо. Мужчина всегда прав, да, мужчина. Да, нам сейчас сложно это даже воспринимать, потому что все перевернулось. Очень долго, да, из нас это вот как-то вот. Я вот сейчас разговариваю с собственной мамой, да, своей, и когда она вспоминает свою маму, для нее она светлеет и говорит, ну это же мама сказала, да. Это уже вот точка там, да, понимаете, это аксиома, это мама сказала. Это уже не обсуждается, это не думается ни о чем. Поэтому, потому что вот все знают, что вот есть 10 заповедей, да, все слышали, по крайней мере, что они есть. Вот, и я бы хотела вот на эту тему, да, вот пятая заповедь, первые там четыре, да, о Господе. Вот, до не уби, до не укради, до не приулюбодействуй. Вот, Господь в единственной заповеди говорит, не просто говорит, не делай того-то, да, он говорит, ты чти мать и отца. Да. И будешь тогда, да, счастлив и будешь долго жить, да. То есть он даже здесь говорит, знаете, вот делай так, и у тебя будет все хорошо. Да, да. И это очень важно. И вот это чти мать и отца, оно переносится и на начальника, как бы мы ни хотели. Да, ну он старше нас по званию, да, хотим мы или не хотим. И, естественно, на нашу власть. Опять же, вы, наверное, знаете, что ежедневно в каждой церкви, когда идет литургия, вот, здравие нашей власти мы всегда, ну, есть у нас власть. Да, это в наших традициях. Да, это в наших традициях, да. Вот, и поэтому здесь вот, как бы, вот эти все... У нас замечательный есть священник, да, архимандрит Георгий Шестун, один из толпов наших вот семейных вот традиций в этом направлении. У него, значит, докторская диссертация, очень известная во всей России, даже не только в России человек. Он всегда, когда на лекциях, вот я присутствую, очень часто вот женщины сидят, да, он говорит, вот, кто главный в доме? Они говорят, мужчина. Ну, они же знают, как правильно ответить? Мужчина. Вот, хорошо говорит, а кому вы первую тарелку подаете, когда накрываете на стол? Детям. Да. Детям. Согласна тоже. Вот, и все. И вот в таких мелочах, вот в этих проявляется... Да, и поэтому вот эти все вещи, они такие многогранные, и как их передать, вот, знаете, вот такими, это очень хочется. Ну, вот ваш союз православных женщин как раз вот этим и занимается, да, и вы соорганизатором являетесь. Вот остается у нас буквально около двух минут. Скажите, чем занимается еще ваш союз, и сколько женщин вы объединяете, и можно ли еще вступать к вам, присоединяться, вот если идеи близки? Да. Вот, ну, Международная общественная организация «Союз православных женщин», она выросла из Всемирного Русского Народного Собора, вот, и вот в этом году, только в марте, Владыка благословил, организовалось региональное отделение, вот, наше Самарское. Вот, нас сейчас около 70 уже человек, таких очень активных и деятельных женщин. Вот, у нас очень разные вот такие направления. Одним из первых, из первых наших мероприятий было, мы провели форум «Весной возлюби жизнь» в поддержку инициативы Патриарха о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования, потому что, ну, это страшная тема, как бы, очень хотелось на нее обратить внимание. Вот, кроме того, конечно, у нас очень много другой деятельности. И я, можно говорить красивыми словами, а я, мне вот хочется сказать просто вот от сердца, всем вот, мы женщины, мы по-другому видим мир, ну, по-другому, да. Все мы, имеем мы детей, не имеем мы детей, мы всегда беспокоимся о будущем, что будет завтра. Вот, как сделать так, чтобы завтра было хорошо, вот, понимаете, вот точно хорошо, чтобы нашим деткам было хорошо, чтобы нашим мамам, чтобы нашим близким, чтобы было хорошо. Хорошо. И у нас всегда очень много энергии, очень много мы всего хотим. Вот нас всех объединили, и теперь мы всю нашу энергию направляем на те дела, которые нам благословляют. Да, и вот одно из дел, это вот ваш и, так, вот этот вот форум и выставка, которые состоятся. Сейчас мы увидим небольшую рекламу, когда и где это все можно посмотреть. Спасибо вам за то, что вы делаете. Приходите к нам еще, потому что это действительно важно и интересно. Спасибо еще раз. Спасибо. Я с вами прощаюсь также. Всего хорошего. До свидания. К столетию явления Ташлинской иконы-избавительницы от бед с 26 октября в музее имени Алабина пройдет православная благотворительная выставка. Ташлинская иконка-избавительница от бед с 22 октября в музее имени Алабина пройдет православная благотворительная выставка. Ташлинская иконка-избавительница от бед с 22 октября в музее имени Алабина пройдет православная благотворительная выставка. Продолжение следует...